Итак, здравствуйте, уважаемые участники марафона «Раствори себе нарцисса», гости и подписчики нашего канала. Я рад приветствовать вас на заключительном, финальном эфире, на котором мы с вами, так сказать, поговорим, пообщаемся на эту тему. Я что-то прокомментирую, что-то разъясню и отвечу на те вопросы, которые вы здесь в эфире мне зададите. Но прежде всего я хочу вас всех, конечно же, поблагодарить за ваше удивительно активное участие в этом марафоне. Если честно, то я был приятно удивлен, если даже не сказать поражен, тем, насколько искренне, от души, прямо вот выкладываясь, народ проучаствовал в этом марафоне. Читая ваши ответы, я их все внимательно прочел, потом еще раз перечел, я могу сказать, что очень многие уже, просто выполняя эти задания, сами по себе так перепахались, что, в общем, можно сказать, что получили от этого марафона по максимуму. Буквально вот все, что им было нужно. Итак, значит, этот марафон состоял из нескольких заданий, из пяти, насколько я помню. И каждая из них каким-то образом, собственно говоря, прорабатывала тот или иной нарциссический аспект нашей с вами личности. Да, о чем я говорю, что эти слова означают? Они означают, что какой-то такой нарциссический аспект есть у каждого из нас, не исключая вашего похоронного слугу. Почему? Ну, потому что все мы родом из детства, а нарциссизм точно так же является, так сказать, напоминанием из того, что мы из этого детства с вами вместе вышли. И, кстати говоря, вот самое первое задание тоже говорит именно об этом. Ну, здесь, наверное, нужно сказать будет несколько слов. Сначала я расскажу про это задание, потом расскажу несколько слов про, собственно говоря, сам нарциссизм. Потому что, когда я читал ваши ответы, то у меня сложилось впечатление, что они все и не до конца понимают, что из себя представляет этот нарциссизм. Более того, иногда даже читая статьи своих коллег в интернете, я вижу о том, что они не до конца различают между собой различные стадии этого самого нарциссизма. И самое главное, что нет какого-то понимания того, когда какие-то нарциссические черты превращаются в расстройство, то есть превращаются в психопатологию. Да, итак, самое первое задание должно было заключаться в том, чтобы человек начал работать над своим ощущением того, что он находится в центре мира и является его осью. Это убеждение абсолютно естественно для ребенка. В чем причина при естественности этого убеждения? Она заключается в том, что на самом деле ребенок представляет из себя не что иное, как полное слияние и отразделение с архетипом своей самости. Что такое архетип самости? Архетип самости это, собственно говоря, набор всех потенций и всех возможностей, которые у нас есть от рождения. Вообще всех. То есть вот самость это все, чем мы только можем с вами стать. Представляете, как это круто. И вот эта вот самость, она представлена в виде универсального архетипа. То есть по большому счету, что такое архетип? Это то, что принадлежит коллективному бессознательному. Более подробно я об этом расскажу на своем спецкурсе, посвященном архетипам коллективного бессознательного, который планируется выпустить в январе месяца этого года. Да, и ребенок отождествлен с архетипом. По какой причине? По причине того, что его эго у него еще нет. Оно у него просто не развито. Он не знает, что оно из себя представляет. И оно у него не сформировано. Оно у него присутствует в самом зачаточном виде. У младенца его практически вообще нет. Это, собственно говоря, заставляет младенца ощущать себя вот этим самым центром и осью мира. Поскольку архетип самости в рамках структуры коллективного бессознательного и представляет из себя центр и ось мира. Но все, к сожалению, совсем не так просто. Понимаете, когда у человека отсутствует эго и присутствует только вот этот набор потенций, набор возможностей и больше ничего, то есть вот этот архетип, то в этом случае человек просто-напросто впадает в состояние перманентного психоза. И, как это ни странно звучит, но психоаналитики говорят, что все младенцы – это как раз вот чистые, ярко выраженные психотики. Если посмотреть на них с этой точки зрения, то можно с удивлением убедиться в том, что это действительно так и есть. То есть они переходы от одного состояния носят мгновенный характер. Вот все, если здесь есть мама, они подтвердят то, о чем я говорю. Плащ самый искренний, безутешный и безысходный мгновенно заменяется удовлетворенным причмокиванием, сосанием сиси. Потом мы тут же смеемся, потом мы тут же мгновенно снова начинаем плакать. Это психика младенца. Она до последней крайности нестабильна. Уважаемые участники марафона, у меня к вам вопрос на засыпку. Вам это ничего не напоминает? Да, вот те, у кого жены, мужья были нарциссами, страдали нарциссическим расстройством личности, они как раз могут подтвердить, что для нарциссов крайне характерно мгновенное переменное настроение. Вот на ровном месте, вот просто ни на чем. Вот раз и все, и вдруг настроение переменилось. Это привет из младенческой сферы, понимаете, из младенческой эпохи человека. Когда человек младенец, то у него эти перемены носят мгновенный характер. И эта мгновенность как раз таки обеспечивается отсутствием эго, которое немножко стабилизирует эту систему, которое ее регулирует, и наличием просто вот этого архетипа. То есть только набор потенции, только набор возможностей и больше ничего. С одной стороны, без архетипа самости вообще никак, он является центральным, массивным. С другой стороны, если нету равновешивающей его системы эго, а у нарцисса система эго очень сильно ослаблена. Вот в чем проблема-то, понимаете. У него слабое и у него хрупкое эго. Вот когда психологи говорят, что у нарцисса хрупкое эго, то подразумевается совсем не то, что «ой, вот нарцисса так легко уязвить». Слово какое-то поперек ему сказал, и значит он тут же впал в расстройство. Он действительно тут же впадает в расстройство, но хрупкость его эго имеет место быть не по этой причине, а именно по причине того, что она с большим трудом справляется с этими своими уравновешивающими и стабилизирующими функциями. И ему приходится компенсировать неспособность вот этого уравновешивания и стабилизации за счет, значит, либо интоксикации окружающих, либо стабилизирует он ее с помощью вот тех же самых качелей, например. Но об этом мы поговорим чуть позже, когда дойдем до вот этого вот задания. Вот. Об этой самой причине нарциссы, например, совершенно в состоянии представить себе, что будет, когда они умрут, и что с ними произойдет, и как этот мир будет существовать без них, ведь они являются центром и осью мира. Поэтому мир должен будет рухнуть, потому что исчезнет его центр и его ось. И некоторые подписчики, некоторые участники марафона, в общем, дошли до этого самостоятельно и совершенно искренне написали, что, да, когда я умру, то весь мир вокруг меня рухнет. Это как раз вот именно проявление вот такого вот инфантильной опоры на самость и отсутствие эго. Вот. Взрослый человек, он потихонечку должен знакомиться со своим страхом смерти. Страх смерти играет очень важную роль в формировании психики. В момента моря об этом говорили еще древние люди. И это, эти слова не были пустым звуком. Все мистерии, все инициации так или иначе вращались вокруг смерти. И надо сказать, что имеет место быть такое предположение, что одной из причин вспышки нарциссизма, вот на данный момент, того, что Нэнси Мак Уильямс назвала эпидемией, как раз таки является изоляция человека от фактора смерти. Да, то есть смерть – это что-то такое страшное, о чем лучше не думать, чего лучше не знать. Ну, это детская позиция, когда я в домике. И она вроде как сохраняет человеческую психику, такой вот, ну, нетравмированной этим мероприятием, этим делом. Однако же, по итогу, получается так, что она предохраняет, как предохранение от знакомства со смертью, предохраняет человека от каких-то кризисов, которые должны привести его к взрослению. В древние времена были обряды инициаций, когда люди проходили испытания, связанные с риском для жизни, да, и время от времени кто-то из них не выдерживал, именно для того, чтобы люди почувствовали на себе дыхание вот этой самой смерти. Сейчас надо сказать, что об этом тут же многие говорят и догадываются, начиная от Кастанеды, помните, да, там смерть за твоим каким-то, я уже не помню, левым или правым плечом, ну и заканчивая тонатотерапией и всем, что вокруг этого связано. Но нарцисс о смерти думать не хочет, он не хочет про него ничего знать. У него вот в тяжелом каком-то градусе развития этого расстройства личности присутствует глубокое убеждение, что он будет жить вечно. Я знаком об этом не понаслышке, когда вот я с ребенком заходил в церковь как-то раз, и он увидел сцену страшного суда, и он спросил, что это такое, я ему разъяснил, что там вот люди умирают и так далее. Я был искренне удивлен тем, насколько эта сцена перепахала на ребенка, и через какое-то время сказал, нет, вот я придумаю такую медицину, что я буду жить вечно, я никогда не умру. Дети не принимают страх смерти, это для них носит неприемлемый характер. Поэтому знакомство со смертью, размышления о смерти момента моря, воспоминания о смерти, смертное памятование, да, как говорили православные, оказывает самое целительное и самое глубокое терапевтическое и очищающее воздействие на человека. В средневековой Японии, например, когда у человека возникало какое-то сильное психическое или эмоциональное расстройство, от которого он вот прямо, ну, очень сильно страдал и буквально сходил с ума, то им предлагалась такая удивительная практика, как созерцание трупа. Да, то есть человеку доставали труп, в те времена это было сделать совсем несложно, потому что что на Востоке, что в Европе, трупы валялись на обочинах прямо на каждые пять метров. И он, значит, запирался в каком-нибудь сарайчике и сидел и созерцал этот труп, и созерцал, как он разлагается, отождествляя себя с ним и размышляя о смерти. И вот самое удивительное, что вот такая вот практика, со слов очевидцев, приводила к серьезным терапевтическим результатам, к серьезным сдвигам и к серьезным каким-то положительным последствиям. То есть люди выходили из состояния глубокого психоза, знаете, из состояния глубокой депрессии, вот депрессию, это говорят, очень хорошо лечили тогда от древности, из состояния каких-то глубоких погружений в себя, и так далее, и так далее. Вообще всевозможные виды психического расстройства. Аддикция, любовная аддикция, таким образом очень хорошо лечилась. Но сейчас это по техническим причинам невозможно, это так, если вы в морп устроитесь работать. Но памятование о смерти, воспоминание, мысль о том, что я смертен, о том, что я могу иметь, до сих пор имеет самое что ни на есть глубокое терапевтическое воздействие на психику человека. Надо сказать, что, читая ваши комментарии, я видел, как люди вот прям перепахиваются, действительно происходят какие-то осознания, какие-то расширения сознания, какие-то осмысления и так далее, и так далее. Встреча самости со смертью, и эго, конструкция эго, которая стоит на пути между самостью и смертью, носит самое что ни на есть целительный характер, и со слов буддийских монахов может даже приводить к просветлению, к освобождению атаков сансары от любых омрачений ума. Вот, поэтому это упражнение стояло сам первым, и я был очень удивлен, приятно удивлен тем, насколько сильный и мощный результат оно за собой повлекло. Значит, следующее задание, второе. Да, мы почитаем всех нулями, глупые людишки и так далее. Вот это вот скользящая, незаметная, почти что бессознательная надменность, она действительно носит бессознательный характер. Нарцисс ее вообще не осознает, эту надменность. Он считает свои реакции абсолютно адекватными, и он считает, что он относится к людям так, как они того заслуживают, не замечая и не чувствуя того, насколько он проецирует, насколько он привносит, и насколько он компенсирует, таким образом, неуверенность в себе, за счет вот такого надменного и высокомерного отношения к окружающим. Вот. И читая эти комментарии, я видел, как люди занимаются беспощадным самоанализом, почти что хирургическое вскрытие себе производят. Многие комментарии искренне поражали меня своей глубокой внутренней честностью. Вот. Такая честность как раз таки и является ничем иным, как самым наилучшим показателем того, что человек свободен от нарциссического расстройства личности. Она как раз является наилучшим критерием того, что человек не находится в состоянии вот этого нарциссического спазма. Потому что самое первое и самое главное свойство, самое первое и самое главное качество нарциссического спазма как раз таки заключается в пониженной способности к самокритике. У нарцисса эта способность носит крайне в высшей степени пониженный характер. Но там все, конечно, непросто. Есть свои нюансы и тонкости, связанные прежде всего с тем, какая стадия этого расстройства есть. Это просто нарциссические проявления или это именно расстройство личности. Чем ближе к расстройству, тем вот эта вот, как сказать, самокритичность и самоанализ носят все более и более низкий характер. А если просто какие-то отдельные черты, то в этом случае эта самокритичность может частично сохраняться. Кроме того, это связано с тем, насколько для нарцисса болезненна та или иная тема. То есть он может быть очень самокритичен в одном аспекте, но когда дело доходит до чего-то другого, то вся его самокритичность куда-то пропадает, куда-то исчезает. Ну и там много очень всевозможных нюансов и тонкостей, связанных вот с тем, что на моменте происходит, с тем, что на состоянии, насколько сильно лишает его самокритичность и спазм чувство стыда, вот, очень-очень сильно сужает сознание чувство стыда, не только нарцису, а вообще любому человеку, который этому чувству стыда подвержен. Вот, насколько это чувство стыда может человека охватить и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вот все факторы, они, конечно же, играют свою роль. Однако же размышления о том, что во мне есть некоторая нотка вот этого самодовольства, самоутверждения, моей зависимости от того, что я чувствую себя выше, чем другой, и именно на этом выстраиваю свою самооценку. Все это является очень мощной и эффективной профилактикой нарциссизма. И судя по, так сказать, обратной связи, которую я там получал, в комментариях, люди это понимали. Люди это понимали и пользовались этой возможностью, ну, можно сказать, что на полную катушку. Значит, следующее упражнение «Излюбленные качели» «Идеализация и обесценивание». Что из себя представляет вот эта вот идеализация и обесценивание? Поскольку младенец представляет из себя в чистом виде архетип самости, то и его мышление и восприятие тоже все целиком и полностью проходит через призму архетипов. То есть младенец не видит своих родителей в своих родителях реальных людей. Знаете, вот ученые исследовали статуи древнегреческих богов, которые стояли в храме. Ну, такие большие, да, статуи. Ну, больше всех известен, конечно, статуя Севса Олимпийского, там она как одно из чудес света воспринимается. Ну, и статуя Афины Паллады, вообще все вот эти многочисленные статуи. И они пришли к удивительному выводу. Эти статуи по своему росту соотносятся с ростом обычного человека так же, как рост маленького ребенка соотносятся с ростом взрослого человека. То есть древние греки, когда ваяли статуи богов, они, значит, соблюдали такую пропорцию для того, чтобы в человеке подсознательно включился ребенок. И чтобы он начал смотреть на эту статую через призму вот этих вот самых архетипов. Вот. И младенец, да, смотрит на своих родителей, он видит в них живых богов. Это живые и могущественные сущности. Это действительно боги, они всемогущие. Понимаете? И, собственно говоря, все проблемы, связанные с тем, что ребенок травмируется об какое-то неаккуратное поведение родителей, там или неабьюзивное, или просто нечуткое. Они связаны именно с тем, что он не в состоянии воспринимать своих родителей критически. Он воспринимает их как живых богов на полном серьезе. Это... Они преломляются через призму вот этих вот божественных архетипов. Архетип матери, архетип отца, которые потом вложатся в основании архетипа анимы и анимуса. Да. По этой причине он, собственно говоря, и травмируется. Затем происходит взросление, и дети в благополучно вступают в подростковый возраст. Вот там происходит вот это самое обесценивание. То есть они начинают разочаровываться, они перестают видеть в родителей божественные фигуры, они начинают видеть в них реальных живых людей. Но перепад от Бога к обычному человеку настолько велик, что это воспринимается подростком именно как обесценивание. И родителям это тоже воспринимается как то, что его начали обесценивать, потому что он уже привык к своему божественному статусу, привязался к нему, и ему кажется, что у него все хорошо. Но подросток, когда он проходит через эту стадию, стадию отрицания, стадию обесценивания, он таким образом просто формирует следующий уровень развития своего эго, какую-то самостоятельность этого эго. Хотя при этом дети, подростки, они социально максимально зависимы, и они очень зависимы от мнения группы, и так далее, и так далее. Но некоторые люди просто застревают в этой стадии, и им кажется, что вот эта идеализация обесценивания может каким-то образом решить их проблемы, что когда они обесценивают, они как бы освобождаются от власти другого человека. А идеализируют они, потому что они смотрят на него тоже по-детски через призму вот этой идеализации. Таким образом, человек не в состоянии вступить в реальный контакт с реальностью другого человека. Он не может смотреть на него, как на обычного человека, относиться к нему хорошо. Значит, чтобы хорошо относиться, надо идеализировать. Если мы обесценили, то мы обливаем человека грязью, презрением и всем остальным. Вот, собственно говоря, вот этот вот нарциссический механизм, качелей. В той или иной степени он присутствует у каждого из нас и особенно характерен он именно в состоянии влюбленности. Да, то есть вот там идеализация. Вот обратите, пожалуйста, внимание, в моем задании нет противоположной функции. А посмотрите, как вы, значит, своего партнера обесценили. В нем есть только предложение пронаблюдать идеализацию. Понимаете, почему? Да, потому что идеализация, как вот этот привет из детства, как наследие детских времен, во время влюбленности присуща каждому из нас. А вот затем начинается конфликт между тем, что мы начинаем видеть реальность человека, что он живой человек, и тем, что, значит, вот наши чувства, да, по отношению к нему сохранятся от этого испытания или нет. И кто-то не выдерживает и проваливается в фазу обесценивания. А взрослые люди, взрослые люди, в отличие от детской психики нарцисса, они в фазу обесценивания не проваливаются. Понимаете, идеализировать можно, да, обесценивание не происходит. То есть происходит вместо обесценивания взрослая фаза принятия. Вот идеализация обесценивания, идеализация обесценивания, из-за чего нарцису очень тяжело вступить в стабильные отношения. Поэтому, значит, семьи разваливаются, разрушаются, отношения не сохраняются и так далее. Но идеализация, как привет из детства, вот этот самый знаменитый конфетно-букетный период, присущий каждому из нас. И вот что происходит с ней потом? Как мы справляемся с тем, что мы начинаем ее осознавать, с тем, что мы начинаем ее рефлексировать? Ответы, которые я там прочитал, носят самый разный характер. Но я был удивлен тому, что люди это как-то вот понимают, работают над собой и действительно стараются вот в это самое обесценивание не впадать. Ну, оно характерно именно для подростковой фазы психического развития. Да, значит, и таким образом, и таким образом, действительно, вот эта вот идеализация, понимаете, чем она отличается от влюбленности? На первоначальном этапе она от нее не отличается. Вот какой правильный ответ. Но через какое-то время, через какое-то время идеализация идет своим путем, а влюбленность идет своим. Потому что влюбленность может перерасти в любовь, а идеализация не может. Почему? Потому что любовь это всегда контакт с реальностью, настоящая любовь. Когда ты контактируешь с реальностью другого человека. Самое главное качество того, что человек, один человек любит другого человека, заключается в том, что когда он его любит, то он видит его многомерность, видит, что у него много измерений, и он эту многомерность принимает. Понимаете? Он под нее не подкладывается, не так, что вот ты, значит, делай со мной все, что хочешь, и ты будешь моим Богом все равно. Он ее не отрицает, эту многомерность. Он не затачивается на негативных аспектах этой многомерности. Да? И не выбрасывает на помойку какие-то положительные. Просто для того, чтобы было удобно. Человек, взрослый человек в состоянии в себя вместить многомерность другого. В отличие от нарцисса. Почему в состоянии? Ну, просто потому, что его подверженность архетипу тени носит не настолько тотальный характер, как у человека с нарциссическим расстройством. Вот что самое важное. А что такое тень, собственно говоря, забегая немножко вперед на мой следующий спецкурс, это как раз именно факт того, что человек не в состоянии принять в себе те или иные свои свойства, особенности и качества. Будучи не в состоянии их принять в себе, он проецирует их на другого. В этом потребность его обесценивания и заключается. и проецируя их на другого, он подвергает его всевозможнейшим астракизмам, то есть обливает его гневом, презрением, разочарованием. Ну, в общем, делает с ним то, что в психологии называется уже утилизацией. Вот. А человек, который любит, он просто видит эту многомерность, он понимает, что с ней нужно взаимодействовать, что перед ним живой человек, не являющийся ни идолом, ни дьяволом, и с ним просто нужно взаимодействовать и каким-то образом эти отношения куда-то растить, куда-то развивать и так далее. То есть вот в этом, в любви есть пульсы дыхания жизни. То, чего нет в качелях идеализации и обесценивания. Да. Я был удивлен тому, насколько, как много участников этого марафона это увидели, это поняли и смогли это прочувствовать. Вот. Просто примите мое самое искреннее восхищение и уважение вашей проницательности по этому поводу. Значит, следующее упражнение связано с предыдущим и вот это вот самое обесценивание. То есть, дальше я уже пошел в обесценивание. Да, кто ты такой, да, да, что ты о себе думаешь, да, что ты о себе там возомнил и так далее, и так далее. Вот. Вот, значит, я предложил людям вот этот самый включить беспощадный свет рефлексии и самонаблюдения и проникнуть в те самые потаенные уголки своей памяти, когда вы так или иначе кого-то пытались обесценить. обесценивать. Конечно же, вот что касается этих комментариев, сейчас мы их посмотрим, да, но некоторые даже его пытались защищать, да, это внутренний критик написали, да, есть такое, особенно в профессиональной среде, да, это самое, регулярно участвуют в боях без правил, этого действительно достаточно много, вот такого вот обесценивания, оно приобрело достаточно распространенный характер защитного механизма, вот, да, бывало, не скажу, что часто, и слава Богу, особенно кто любит поумничать и пытается из себя изображать то, чего из этого не состоит. В некоторых случаях действительно мы встречаемся с какой-то чуть ли не попыткой этого оправдать, ну да, они же этого достойны, понимаете, но действительно есть люди, которые пытаются изображать из себя то, что они себя не представляют, или те, которые, как это сказать, ну вот, как тут изящно написали, любят поумничать, то есть пытаются изобразить из себя нечто большее, чем они представляют из себя на самом деле. Но здесь вопрос в том, как к этому относиться. Вот в этом задании гораздо важнее не само, как это сказать, не сам этот факт, не то, что мы его замечаем, а то, с какой эмоцией мы к этому относимся. Понимаете, попробуйте просто в другом человеке увидеть маленького ребенка, который говорит, а вот я, а вот я то, а вот я сё, а я могу на одной ножке попрыгать и пальчиком вот так покрутить. Когда вы смотрите на человека именно вот таким взглядом, то вы просто улыбаетесь, глядя на него, и в вашем взгляде нет осуждения. Вот это самый важный момент. Осуждение, оно возникает тогда, когда вас накрывает медным тазом архетип тени. Смотреть на это, на всё, видеть это всё. Никто вас не призывает быть слепым по отношению к недостаткам других людей. А вот смотреть на эти недостатки, видеть их и относиться к этому добродушно, без осуждения. Вот это действительно уже свидетельство того, что психика носит взрослый характер. И переход от презрения, осуждения вот к этому. А как это, каким образом это можно сделать? Да только если ты отдашь себе отчёт и согласишься в том, что, ну, по крайней мере, какие-то тенденции, какие-то импульсы, какие-то потребности в этом, в тебе так или иначе время от времени проявляется. Понимаете, мы становимся гораздо более снисходительными к чужим недостаткам, тогда, когда замечаем, что они есть у нас. Это психологический закон. Почему он так действует? Потому что, когда мы это замечаем, то архетип тени ослабляет свою железную хватку, и нам открывается видение как себя, вот ровно насколько оно открывается у нас в себе, ровно настолько мы снисходительнее и добродушнее начинаем относиться к другому. Вот, собственно говоря, именно осознание, созерцание этого механизма и был посвящен этот четвертый урок. Значит, да, ну и пятый урок, вот это самое газлайтинг на минималках. Искажение реальности, что-то приврать, да, это не я, это Никитушка, это, значит, там, Вася разбил вазочку и так далее. Посмотрите, все маленькие дети этим страдают, все они этим грешат, это очень, вот, все, кто имел дело с детьми, знают, что для них это крайне и в высшей степени характерно. С чем это связано? Какой это носит характер, какое происхождение у этого проявления? Да просто страшно. Понимаете, ну детям очень страшно признаться в том, что они где-то накосячили, потому что боженька разгневается и накажет, поставит в угол или оставит без кино или без конфетки. И поскольку какие-то морально-нравственные устои носят очень размытый и нечеткий характер, то, конечно же, гораздо удобнее приврать и сказать, что это не я, что это другой. Вот тут народ прямо самые настоящие открытия для себя совершал. не думала, что привирать о ситуации, как это делают маленькие дети, тоже является газлайтингом в зародышевом виде. Представьте себе, да, это является газлайтингом в зародышевом виде, в чистом виде. Да, ведь таким искажением руководит страх. Совершенно верно, Анастасия, я могу вас поздравить с тем, что вы осознали подлинные причины газлайтинга. Когда я со своим пациентами, у которых наркотическое расстройство личности, обсуждаю, вот каким образом и почему они газлайтят. Причем, знаете, вот в взрослом виде человек, когда у него какие-то расстройства есть, он газлайтинг даже не замечает этого. Он этого не чувствует и не понимает. Проходит достаточно много времени, прежде чем он осознает. То есть, в случае тяжелого расстройства личности, этот газлайтинг приобретает масштаб какой-то галлюцинации наяву. Я это видел, это было, совершенно точно это так, вот такие глаза, полная убежденность и так далее. Да, и газлайтинг в таком виде, вы совершенно правы, это невероятно токсичное оружие. Более того, это оружие настолько токсично, что оно способно привести к серьезным психическим расстройствам и даже заболеваниям у жертвы этого самого газлайтинга. Это вот нужно четко понимать. И в принципе, то, что этот инструмент приобрел такую широкую известность, я могу сказать, что это спасло психику ни одной жертвы. от очень серьезных психических расстройств и заболеваний, начиная от биполярки и заканчивая даже шизофренией. Мне известны случаи, когда жертва газлайтинга получила это самое шизотипическое расстройство, которое у него переросло в шизофрению. Настолько вот сильный когнитивный диссонанс вызывал у нее партнер, уверяя с выпученными от уверенности глазами, что черное это белое, а что белое это черное. Да, а начинается все очень невинно. Видите, вот она колоссальная разница между так сказать этим проявлением в детском возрасте и тем, как это происходит во взрослом возрасте. Да, и это происходит действительно из-за страха. Когда я работаю с людьми с нарциссическим расстройством, то как-то неудивительно звучит, они действительно долго не понимают того, что они газлайтят. Настоящие нарциссы, когда газлайтят, они совершенно этого не осознают. Они глубоко уверены в том, что они на самом деле просто все вот так вот есть, а это их партнеру что-то почудилось и показалось. И в этом нет какого-то вот такого цинизма. Ну, в большинстве случаев. цинизм, он знаете, циничный, газлайтинг, он скорее присущ людям с психопатическим расстройством. Вот психопаты могут газлайтить цинично, понимая, что это неправда. Нарциссы нет, они искренне убеждены в том, что это вот, то, что они говорят, это так и есть, а ошибается именно их партнер. и когда докапываемся до оснований того, почему это происходит, то получаем спазм безумного страха. Страха перед тем, что тебя внимания не примут. А кто не примет, а родитель, да, то есть вот это вот травма, которую родитель нанес, тем, что он ребенка не принял. Вот газлайтинг чаще всего возникает тогда, когда ребенок в чем-то раскаялся, а родитель вместо того, чтобы осознать ценность этого момента, момента капитуляции, не принимает его и продолжает его токсить. И ребенок приходит к выводу, что когда в чем-то признаешься, то лучше от этого не становится. И поэтому мы будем настаивать на своей ложной версии, так есть хоть какой-то шанс, что прокатит, чем если я признаюсь, раскаясь, капитулирую, а меня за это еще сверху по голове дадут. Вот таким вот образом эволюционно возникает механизм газлайтинга в глубоком детстве. Еще в детстве я поняла, что говорить правду опасно. Вы совершенно правы. Именно это понимание собственно говоря и лежит в основе вот этого механизма газлайтинга. Да, но самое главное это конечно же вот этот вот страх, который лежит в его основании. и для того, чтобы газлайтинг полностью отключить человеку, нужно докопаться до этого страха, а он, как и все детские страхи, очень силен. Детские страхи самые страшные, самые сильные страхи из всех. Вот, и поэтому приходится, ну так, изрядно постараться для того, чтобы этот страх из человека извлечь и научить его быть правдивым. Здесь самое главное, чтобы человек понял, какое удовольствие говорить правду, в чем-то признаваться, капитулировать и при этом сохранять контакт самим с собой. То есть, собственно говоря, противоположность газлайтинга, вот как противоположность идеализации любовь, противоположность газлайтингу это контакт с собой и принятие себя. И можно сказать, что противоположность газлайтингу это капитуляция. Способность что-то признать, капитулировать, расслабиться, но при этом чувствовать себя защищенным от какой-то контратаки. Если твой партнер на тебя в ответ начинает наезжать, то я учу нарцисса, если он этого боится, говорить ему, слушай, дорогой, вот смотри, я капитулировал, я признался, вместо того, чтобы как-то меня поддержать и сказать, вот какой ты молодец, что я это сделал, ты продолжаешь на меня наезжать. Ты сейчас сам ведешь себя ничуть лучше, чем ребенок. Ну, это как бы самый примитивный пример привел в жизни, все, конечно, гораздо сложнее. Да, значит, ну, собственно говоря, на этой оптимистической ноте мы с вами и я хочу еще раз поблагодарить всех участников марафона за самоактивное участие в этом мероприятии. Искренне надеюсь, что вы смогли получить и свлечь из этого по максимуму для себя. Ну, и вот то, что я читаю, говорит о том, что люди прямо вот перепахивались, перепахивались, по-саму я не могу. Ну, некоторые так, по-детски, ура, я не нарцисс, я прочитал один раз, это было забавно, а некоторые прямо вот очень серьезные и глубокие переосмысления в себе и в своей жизни произвели и обнаружили очень много нового интересного внутри себя. Вот, на этой оптимистической ноте, значит, я с вами прощаюсь, очень надеюсь на ваши отзывы и комментарии, потому что в случае, если я их получу, если их будет в достаточном количестве, то я буду понимать, что это мероприятие имеет смысл повторять, ну, по каким-то другим моментам и по каким-то другим информационным и психологическим поводам. Вот, а так я, значит, с вами прощаюсь, до следующей встречи на прямом эфире. Еще раз большое всем спасибо, всего доброго, всех благ, учитесь любить себя и ближнего и беречь себя и ближнего. До свидания.